а здрасте всем друзья привет уленьки продолжаем играть сюда старую ферму nf марш у нас наступил август год седьмой и уборочная наш продолжается правда сейчас идет дождик и поэтому немножечко недоуборочной но вроде как пока что есть нам чем заняться что нам сегодня друзья надо сделать во первых конечно же обслужить наши производства те что горят оранжевым цветом ну и возможно носил свою башню имеет смысл завести люцерну потому что в сентябре как раз вот до 6 утра но до 7 в принципе хватит я думаю всем уже будет светло на на всякий случай знаете чуть-чуть завезем также у нас выскочил триггер на продажу дсп на хозмак а у нас этого дсп с вами на собиралась аж полтора миллиона литров почему деревянные ящики не все вывезли странно но ладно также из того что нам надо вывести дегистат в принципе пока рано вывозить очистка сточной воды у нас работает воды уже насобиралась прям много но если что ее продадим композ жидкий навоз вывозить смысла никакого нет сточная вода в принципе по прицепу можно вывести по одному отправить компостере компост тоже пока не забит с лесопилки разумеется все заберем так как тут дсп в любом случае не не помешало бы забрать лишнего у лесорубов всего по 5 поддонов смысла наверно туда метаться нету мастерская забилось техобслуживанием обязательно вывезем немножко топлива 346 кубов у нас насобиралась друзья и наверное все таки у рыбаков имеет смысл выключить вторую линию потому что они прям много топлива жрут нефти 160 кубов на собирался в общем то еще рано и и вести хотя бы чтоб 4 прицепа было с удобрениями то удобрение наверное имеет смысл вывести нас на 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 склад на базу потому что там еще и контракты на удобрения были и потрачено было много чтобы удобрить наши поля рыбаки нам уже тут трохи под насобирали но наверное нет смысла это все дело пока вывозить хотя хотя можно и вывести на склад а сепаратор наши работает 160 кубов в принципе пока тоже рано это все на метаться силос но разумеется силос надо вывести силос у нас сейчас очень усиленно работает поэтому мы эту башню опустошаем чуть ли не каждый день техобслуживание у нас до сих пор в просадке у нас по сути дела сейчас она полностью заполнена на обоих складах на все что там заполнится с лихвой влезет просто на нефтяную платформу давайте тогда заряжать всех в работу кстати в прошлой серии в конце я отправил продавать ульи ящики бочки в общем то всю продукцию со столярки и 921 тысячу нам это все дело принесло расходы на топливо минус 78 ума не приложу откуда они но и разумеется друзья августа ворочная продолжается есть у нас тут прям супер вкусненькие контрактики этим всем тоже надо будет заняться рожь горох пшеница оставшись созрела гречиха лен лен фасоль чечевица хмель картофель есть одно поле горох фасоль ячмень горох и на закуску 78 поле с пшеницей тоже созрела и 3 контракта на удобрение тоже появилась мы их выполним из наших полей друзья нам надо еще удобрить 45 поле я почему-то про него забыл совершенно также друзья наша кукуруза по сути дела готова для того чтобы ее собирать насечку чем в принципе тоже можно будет сегодня обязательно заняться и вот правда не знаю можно ли этим заниматься в дождь но ладно давайте потихонечку загружать всех в работу по крайней мере перевозчиков хотя мы сейчас тут все быстро сделаем ухты сколько навоза-то на собиралась 280 кубов обалдеть ну да у нас сейчас все время взрослые свинки мелочи никакой нету срут они много и так давай начнем мы друг с тебя тебе надо вывести силос на элеватор три поездки 900 кубов давай вези катайся далее по техобслуживанию вот этого товарища отправляем кататься оставим ему одну поездку и ставим ему еще точку загрузки то столярка загрузка соответственно он развозит вот эти вот 80 тысяч литров он правда их все высыпет на нефть после чего едет еще раз загружается на столярку развозит все что у него осталось после чего он едет парковаться вот такой вот хитрый план пускай катается вроде как проблем у него никаких быть с этим не должно далее фэд свинарник корм загрузим мана сколько они у нас сейчас 124 кубов сутки они жрут там 250 кубов вместимость осталось совсем мало наверное имеет смысл 4 мана туда прям сразу завести единственное надо друзья съездить к магазину там остался один пакет у нас я тогда один лишний купил и он полностью не загрузился поэтому мы загрузим сначала его вот он у нас вот тут а стоит давай друг загружайся а мы тебе пока выставим четыре поездки грузишься ты у нас на закупки ж.д. разгружаешься на свинарник еда вода и везешь ты корм для свиней но она там покупать будет давай друг вези с кормом разобрались на водочистную станцию нужна сточная вода но на сутки того что у нас там нас собиралась не хватит или сегодня и вообще не вывозить ее дать сегодня не будем далее производство удобрений закончился там навоз у нас там 280 кубов нас собиралась влазит сюда аж 600 поэтому все что можем вывести все вывезем ну может быть не все но четыре прицепа давайте тоже отправим 4 поездки это все сделать это у нас вот ты поедешь черненький тоже четыре раза катать ты будешь навоз забирать его будешь на свинарник навоз и на производство удобрений выгрузка давай друг погнал и друзья еще жидкости нам осталось немножечко покатать а жидкостные грузовички у нас стоят вот тут а значится биогаз север заканчивается жидкий навоз у нас вот на водочистной станции есть 56 кубов я думаю мы отвезем их один раз этого должно быть достаточно поэтому ты один разик едешь на водочистную станцию водозагрузка биогаз север жидкий навоз ты разгружаешься везешь жидкий навоз давай погнал чиниться ладно ничего страшного и вот ты на производство удобрений нужно вода давайте посмотрим сколько ее там надо сколько там влазит 300 кубы 250 кубов мы можем туда завести получается 5 раз пускай едет тогда пять раз заодно немножко наши вот эту водочистную станцию разгрузим давай вези на производство удобрений выгрузка но и получается вроде как со всеми разобрались вот они со всеми мы разобрались во первых нам надо забрать еще с нашей лесопилки всю продукцию для этого мы вот эту вот в вольву отправим за один раз она там все в принципе увезет поэтому лесопилка выгрузка поддоны один раз те съездить давай едь ну и конечно же продажа нашего с дсп 865 тысяч мы получим если его сейчас весь продадим это очень хорошо я не знаю сказал я или нет но когда я продавал продукцию я друзья купил еще один трактор с контейнером я и в принципе давно собирался но сейчас прям приперло я думаю в общем то это полезное приобретение будет не сильно мощный вот такой вот лент рак но очень маневренный у него задняя поворотная ось в принципе с контейнером довольно таки большое здесь и расстояние он не упирается в него поэтому прекрасно залазит в любую щель и чтобы вывести весь дсп который у нас есть нашим контейнером нужно будет сделать 22 по и по 11 поездок получается на двоих это в общем то не самое быстрое занятие но пускай ездят катаются давай друг ты вези дсп а ты друг тогда тоже вези дсп все друзья и катайтесь вам тут прям надолго вот теперь друзья точно у нас все а нет опять-таки забыл про вольву она там уже стопудово приехал на лесопилку давайте еще и и загрузим черта куда-то приехала выгрузка поддона нам надо загрузку поддонов давай едь там нормально все что было что у нас тут вообще нас собиралась дсп 13 поддонов всего в общем то по 13 поддонов но в общем на одну вольву как раз и загрузим вообще такой объем конечно на вольве по 250 кубов за рейс вывести было бы намного быстрее на продажу но с поддонами играться не сильно хочется постоянно все это вот это дергать плюс не знаю насколько там триггер для вольвы хорошо подходит давай дсп 13 поддонов далее dvp 13 поддонов итогу 26 далее планок о 24 как раз планок и итогу 50 все поддоны тогда остаются пока здесь поддоны с поддонами я имею ввиду давай друг ети разгружайся и вот теперь друзья уже точно все со всеми разобрались и все хорошо и пока у нас все катаются друзья я хотел поставить еще одно новое производство и это у нас производство извести на сегодня запланировано и по задумке разработчика оставить его нужно на территорию карьера поэтому погнали посмотрим сможем ли мы его туда куда-нибудь всунуть там на этой территории на самом деле еще и цементный завод должен стоять но я слабо себе представляю как их сюда можно впихнуть на самом деле можно то есть просто вот эта же самая карта можно скачать сейф где при все производства уже будут установлены и там аж 4 штуки здесь стоит все все вместилось все прекрасно может быть деревья выпиливались может еще что-то вот нам надо еще цементный завод сюда всунуть кстати цементный завод может сюда например влезть до пару деревьев снес и и он реально туда влазит и здесь еще площадка остается может быть так и поступим но нас друзья сегодня интересует производство извести она вообще небольшое кстати я бы его вот сюда всуну честно говоря единственное конечно предварительно здесь надо разровнять всю землю чего в общем-то и начнем ориентироваться будем друзья вот на этот уровень давайте наверно всю площадку здесь разровняем потом будем смотреть что куда будем ставить отталкиваемся друзья вот от этого уровня и погнали здесь тогда все выравнивать до дело это тоже не быстро и он надо сделать да очень много ровнять приходится честно выставит счет за это все дело точнее посмотрим сколько мы на это потратили и офигеем очередной раз надо было вот эту территорию опять-таки выровнять просто по одному какому-то ну ладно уже поздно я тут уже начал что похоже чтобы было ровно нет не похоже но давайте вот эта площадочка хотя бы вот все деньги перестали списываться значит ровно 418 тысяч было потрачено кошмар но вроде как здесь все стало ровно так ходить до понятное дело что есть еще не все прям идеально ровно так вот это тоже надо замазать не так хорошо видно конечно где надо равнять где нет ну ладно вот теперь давайте примерим здесь и производство извести цементный завод на будущее стеклотарный завод еще тоже должен устанавливаться здесь если что в теории вообще над все должно влезть если мы сюда ставим стеклотарный предположим выровняем его вот по этому дереву до сюда мы его сможем впихнуть то есть это попучка остается нам на производство извести нет она сюда не влезет тогда мы не будем здесь городить все циклотарный поставим куда-нибудь другое место производства извести предлагаю поставить здесь дистуку посмотреть какой стороной его повернуть у нас здесь все с одной стороны поэтому на эту сторону его и ставим от цементную фабрику и стеклотарной поставим в другое место все и готово так теперь наша задача посмотреть чтобы сюда можно было подняться но здесь вроде как не сильно я испоганил немножечко испоганил наверно не помешало бы сглазить вот этот вот въезд вот эту горку нас опять-таки тут было одно устройство которым я так и не понял как пользоваться давай вот это типом и начата какие-то деньги списываются насколько я понял нужно кликнуть правой кнопкой мыши чтобы задать высоту а потом вот изначальной это отсюда например вот мы хотим сделать подъем и начать его вот вести и вот так вот все здесь замазывать и тогда будет плавненький подъем ну сейчас в общем то посмотрим что из этого вышло тысячи тень хрен хрен чё видно ну да видите появит получился в довольно плавненький подъем относительно вот тут небольшая горочка ямка получилось скорее всего я ее случайно выкопал здесь боже как этот тараформинг меня задолбал вы бы только знали давайте здесь немножечко сравняем и смотрим что у нас получилось да нормально у нас получилось нормально здесь нет ни хрена не нормально здесь получилось видно не очень хорошо но есть какие-то еще дефекты я потрачу на это кучу денег но я это сделаю я сделаю красиво у нас весь транспорт остановился где-то случилось какое-то дтп о господи 5 машина здесь не разъехалась все давайте едьте катайтесь это тоже мне устроили столботворение то что вроде в целом получилось неплохо да небольшие здесь кочки есть ничего страшного в общем то друзья завод по производству извести умеет делать известь из воды известь и щебня известь из камня и известь из ракушек воды требует много извести делать мало но по крайней мере нам есть куда сливать воду которую на водоочистная станция делает это раз извести надо в любом случае много поэтому мы запустим вообще все линии сама больше конечно получается извести именно из камня и ракушек топлива он требует прям мало 20 кубов у нас сюда влазит но и нужны еще расходники соответственно вода щебень камень ракушки извести щебня на вторую смену мы пока выключим хотя давайте посмотрим как у нас обстоят дела здесь камни у нас будут оставаться ракушек у нас в две смены складируются не сильно больше чем требуется щебня в две смены требуется тоже не сильно много складируется намного больше но из камнями примерно за же самая история в принципе пускай друзья работает две смены не сильно дорого это производство стоит поэтому известь извести надо много в любом случае плюс друзья везде вода у нас требуется на всех линиях поэтому все вот так и так вот сюда вот мы будем выгружать все сыпучие вот сюда я так понимаю мы будем выгружать воду и топливо и вот здесь мы будем загружать нашу известь соответственно маршрут супер простой будет я забыл сейчас отправить сюда нашу рисовалку для маршрутов а именно от этого товарища ну ладно уже поехали сами хотя там не самый близкий путь на этот карьер давай друг сам шуруй на карьер пять с половиной минут шесть минут почти ему туда ехать я не хочу так она биогаз север жидкого навоза все-таки завезли мало поэтому надо отправить а вольву она как раз вот сейчас и приехала забрать тогда еще два прицепа со свинарника свинарник жидкий навоз давай два разика тоже съездят визит да так себе я конечно это завод сюда воткнул вообще наверное стеклотарный сюда еще влезет если вы сюда поставить он сюда прекрасно помещается даже деревья пилить не надо будет так что мы его сюда потом мы поставим ну а цементный а цементный тогда поставим уже в какое-нибудь другое место хотя по сути дела место на цементный завод здесь тоже есть если вы поставите вот так вот поперек то можно будет даже автодрайв это все аккуратно обвязать но посмотрим ладно это потом это у нас в следующем году будет только в лучшем случае но и все запущенные линии будут давать нам сто пятьдесят шесть кубов извести в месяц или миллион восемьсот семьдесят два в год мы точно столько в год не тратим поэтому эту самую известь можно будет продавать это не не проблема вопрос только сколько она стоит скорее всего конечно не сильно дорого я куда-то вот не туда дошел в известь по 200 закуп за миллион литров 200 тысяч ну в принципе пойдет о приехал наш вот этот товарищ отлично давайте друзья проложим тогда здесь автодрайв до горку мы немножко сглазили и она ушла у нас под землю но транспорт здесь ездит все нормально хотя могло бы быть конечно и лучше до терраформинг это мое больное место друзья извините давайте вот отсюда мы тогда запишем одной линии даже без дынь соединяем куда нам там ехать одной линии запишем вот этот круг и выйдем потом обратно в обратную сторону ну как то вот так у нас получилось соединяем это все дело с основной сетью на одну линию все три точки и да надо еще выгрузку техобслуживания друзья тоже точку сделать отдельную продано еще на 40 тысяч я думаю что вот эту точку можно сделать как тро известь во но и в теории это все должно будет работать его разумеется сейчас и отправим наших товарищей они уже в теории должны были все освободиться что вы все проверить здесь на работоспособность так съют не знаю давайте наверное карьер мы в эту папку и запихаем наши новые точки все с точки с известью запихаем в папку с карьером платить просто миллиард папок тоже плохая идея и разумеется то известь в тех обслуживания мы закидываем вот эту хреновину подцепляем обратно и отправляем ее на парковку давай шурой что у нас тут вообще по вместимости по 500 кубов мы можем привести всякого сыпучего вообще эффективнее конечно возить прямо сразу вот отсюда минуя наш склад правда надо было сделать здесь я шут не догадался сразу да вот это вот дело надо соединить тогда вот так вот а вот это вот дело надо соединить тогда вот так уж чтобы он мог ездить со щебёночного завода на производство извести и наоборот ну в теории должно работать все теперь точно друг шурина парковка топлива электричество у нас поступит только через полчаса вообще по сути дела через час давайте друзья пока что забьем ресурсами наш вот этот заводик я же надеюсь зерновозы у нас то свободное есть по сути дела должны быть даже не один до 2 как раз есть на щебёночном заводе в принципе тоже всего хватает давай друг смотри вот ты пять раз отвезешь камни со щебёночного завода там 104 куба как раз лежит получается карьер загрузка сыпучие известь выгрузка сыпучие и везешь камни а ты друг с элеватора я думаю четыре раза будет вполне достаточно тоже везешь камни давай четыре раза а вот ты друг у нас повезешь ракушки и забирать ты их будешь у рыбаков по-моему на рыбак загрузка поддоны да ракушек он и собирали на 60 кубов как раз кстати по одному прицепу с двух разных мест тогда ставим тебе два раза когда он загрузится первый раз мы ему поменяем точку загрузки карьер выгрузка сыпучие и вези ракушки давай друг тоже погнал а потом надо будет еще отправить кого-нибудь в повозить щебень вот этого товарища отправили или если у нас там навозный наш чел освободиться пораньше то отправим его также друзья наши водовозы значится ты на сточную воду возил маленький серьезно ну ладно ты едешь на нпз загрузка топлива и везешь все это дело на известь выгрузка вода топлива и везешь дизельное топливо один раз там вместимость 20 кубов расход маленькие до этого прицепа должно будет с лихвой хватить а ты друг у нас поедешь возить воду пять раз или сколько там влазит а 600 кубов можно отвести давайте все 600 и забьем шесть раз тогда ты едешь везешь воду начал на столярку приехал техобслуживание привез но техобслуживание осталось уже мало текст и поедешь на карьер вода топлива выгрузка и на водочной станции вода загрузка будешь загружаться шесть раз давай погнал и ты тоже самое шесть раз на карьер выгрузка вода топлива и везешь воду тоже 6 раз давай погнал но теперь погнали всех наших тех товарищей встречать смотреть как они там будут разгружаться чтобы все работало потому что это друзья на самая важная история трактор у нас как раз он только приехал и он до первую поездку сейчас делает осталось ему 4 как раз проверяем работоспособность маршрута из нашего карьера на заводик топливный чел припарковался он молодец техобслуживание кстати тоже все выгрузилась на столярку и поедет парковаться классно надо трактор здесь прекрасно заезжает ничего нового триггер увидел и разгрузка пошла но ладно для трактора в принципе никаких проблем ты не ожидалось трактора маневреная вот с фурами могут быть косяки поэтому сейчас в общем то и посмотрим как у нас тут будут разгружаться наши фуры а вон уже первый ман на подъезде на 2 ман у нас стоит у рыбака сейчас пойдем смотреть в чем дело но сперва проконтролируем вот этого чувака здесь он заезжает тоже место здесь для маневра полно триггер он увидел но разгрузку него только сбоку поэтому ему надо проехать чуть подальше и все нормально триггер тоже большой он разгружается все хорошо трактор кстати отсюда тоже прекрасно доехал до карьера а спринтер наш припарковался развез 160 кубов техобслуживания и приехал обратно красота ракуши кстати мы двумя линиями сейчас производим больше чем требуется нам и две линии держать включенными не будем поэтому не будет так все хорошо периодически линию эту будем вырубать так саты у нас даже даже близко не доехал у нас значит . там где выгрузка почему я не сделал там две точки вот это вот лень меня и погубила давай рыбак один выгрузка есть туда так по памяти вот не вспомнишь как тут все расположено было ну ладно уже есть так как есть все загрузка пошла сейчас он загрузится моим поменяем на рыбак 2 выгрузка меняем ему на рыбак 2 выгрузка и вроде как все у него должно будет быть хорошо мы возвращаемся на наш карьер и ждем пока наши водовозы сюда приедут кстати он даже что-то появилось чет привезли прикольно так а вот и первый трактор и все остальные кстати вслед за ним обе наших вольво ну хорошо сразу тогда всех и посмотрим но здесь принципе все должно выгружаться проблем никаких быть не должно дизельное топливо мы загрузили еще один трактор приехал ну да здесь вот сейчас я на одной линии все сделал поэтому в случае чего будет очередь даже если разные материалы привезли но ничего страшного подождут но и вольво с водой соответственно тоже у нас разгружается прекрасно друзья прекрасно но и получается мы начали производить собственную известь в этом году конечно вряд ли мы будем посыпать ей поля но со следующего года зимой как раз заводик поработает на собирает нам извести и все будет у нас классно но и друзья давайте тогда приступать к нашей уборочной несмотря на то что еще идет дождь он закончится через 7 минут кстати давайте мы пока время немножечко ускорим плюс чтобы производство извести наши тоже запустить на так вот друзья нам надо купить новую игрушку себе еще кстати да спонсорам огромнейшее спасибо за поддержку раз уж мы сюда пришли так вот нам нужно купить силосный комбайн у нас уже один был но я его продал потому что в тот момент он нам был не нужен когда мы пробовали контракты насечку но решил я в это дело не играться с контрактами насечку нас опять кто-то столкнулся man и вольво еще один man это случилось совсем неожиданно хотя это скорее всего навозный челик черт они его положили он выезжал дорогу не уступил а почему четыре раза ему надо съездить он же всего четыре раза должен был съездить ладно придется его тогда спасать супер силой по-другому никак и раз он навоз отвез и больше его здесь не требуется давайте мы отправим его катать щебень тоже четыре раза карьер выгрузка сыпучая давай щебень вези и вот этого товарища о как раз он последние камни везет сколько у нас там щебня на заводе лежит камни почти все вывезли щебень на 7 раз ему давай друг кота ищу щебень но здесь он быстро это все сделает так вот мы в общем то возвращаемся к нашему магазину друзья и к уборке насечку во первых я сомневаюсь что я буду часто этим заниматься но может быть иногда будет припирать я честно говоря не хочу брать большой силоса уборочный комбайн он нам по сути дела не нужен поэтому я предлагаю к нашему вот этому трактору с прицепом который наперед взять вот такую вот навеску к ней соответственно можно докупить будет жатку возьмем самую маленькую чтобы много мощи не требовало хотя и так она 375 лошадей требует но в теории в общем то это должно работать есть new holland джундир или кемпер красная смотреться не будет давайте возьмем new holland сам больше такой цвет похож я друзья эту систему еще не проверял но вроде как в теории это все дело должно у нас работать и погнали все это дело подцепим и отправим на сбор сечки да это займет конечно больше времени сейчас но опять-таки сэкономим деньги а нам тут еще убирать и убирать черта чё ты не цепляешься и она не подходит к этому трактору он не цепляется черт это все планы мои сломала черт почему не залазит в трактор как меня это бесит иногда вот ломается кнопка приходится через меню сесть в машину ну и как друзья нам эту хреновину подцепить в моих планах все выглядело намного круче неужели придется силы с них покупать которые будут основной массы своего времени простаивать блин ребята вообще не круто получилось или у него крепление вот с этой стороны стоит а не люблю когда вот так узнаете в разную в разные стороны она спаунится в магазине давайте попробуем зацепить с этой стороны да она цепляется именно с этой стороны соответственно что мы делаем дальше именно к этой штуке мы цепляем жатку вот так вот бзды круто там и да и и дичайше перевешивает сейчас черт этим невозможно управлять цепляем прицепы и вроде как все стало нормально да но вроде когда автодрайв видит эту штуку как комбайн я надеюсь что по автодрайву это будет прекрасно работать давайте начнем с поля номер 34 в теории это должно работать именно так нарисуем ему тогда курс 5 метров давай четыре с половиной как в магазине давай количество поворотных полос 5 и пускай они будут сглаженные ну и взаимодействие с курсплеем давай друг едь работай а мы сейчас на это дело посмотрим если она конечно все будет работать тем временем у нас все ресурсы практически завезены уже на наш карьер где-то опять кто-то столкнулся и на этот раз на въезде на карьер не очень круто возможно здесь придется тоже делать односторонне хотя этого сейчас вот так у нас всех скопом запустили а потом может такого и не будет у нас никогда то что у нас как бы закончился но еще идет но насколько я понимаю урожай убирать уже можно игра уже думать что даже закончился ну и смотрим чтобы это дерьмо у нас заработала он все разворачивает только что-то как-то он все равно все едет и собирает да она собирается все он пошел собирать эту самую сечку работать на этом поле он правда будет два часа но вроде как да здесь довольно узенько он же сам будет есть разгружаться соответственно одна единица техники сразу все это собирает и вывозит у нас все равно очень много времени уйдет на уборочную поэтому это время уборки не особо сильно большая проблема правильно правильно ему мощи не хватает явно на эту жатку но работает собирает и это прям классно единственным и сейчас вряд ли сможем увидеть как он разгрузится точнее это не скоро он поедет на разгрузку поле маленькая не исключена вероятность что весь прицеп в него влезет в точнее все поле влезет в прицеп один но друзья посмотрим просто сечка у нас есть еще и поле побольше всем скорее всего будет работать целый день еще ему кучу кучу соломы надо сегодня собрать будет насчет есть 39 поле она тоже с кукурузой тоже пойдет на сечку большой запас сделаем скорее всего но посмотрим друзья да немножечко он здесь на поворотных полосах будет оставлять но это ничего страшного мы за эти копейки бороться не будем течки так много сыпет между тем мы кстати уже пол склада вывезли нашего дсп и 395 тысяч мы заработали но правда мы потратили сегодня на строительство почти миллион 500 тысяч новое производство и 500 тысяч тераформинг но не в таком большом минусе мы сегодня как могло бы быть еще нас ждет друзья куча контрактов куча уборочных поэтому в любом случае еще денег все не поднимем я думаю что мы спокойно можем сегодня вылезти за 5 миллионов но об этом мы друзья узнаем попозже я друзья работаю скорее всего тут опять-таки не на один день мне работы поэтому извините товарищи спонсоры что ролики стали выходить немножечко вот редко не я работаю в пути лица возможно друзья еще и проведем какой-нибудь стримец под эту уборочную поболтушечные почему бы и нет тем более 78 поле не вот но и встретимся тогда друзья августовским вечером подведем итоги этого тяжелого дня ну что ж я говорил что 5 миллионов мы пробьем мы пробили даже 6 тратить их будем следующей серии пока что давайте подведем итоги этой большой уборочной уже сентябрь наступил не успелось даже последняя культивация 78 поля сделаться в августе очень много времени на это ушло но ладно в общем то с этой уборочной у нас осталось 7 кубов ячменя лишних 21 куб хмеля 9 кубов ржи и 113 кубов пшеницы 78 поля а еще и гороха много посоли тоже там чуть-чуть оставалось но что-то если случайно ее продал как бы и хрен с ней в общем то это дело мы тоже все складываем на наше производство семян также нам надо обслужить производство еще и друзья сечку сечку я тоже собрал 4 и 7 миллиона получилось в общем то я еще обмозгую это вперед потому что у меня уже планы на наши поля которые будем завтра косить как бы есть черт я опять графончик забыл добавить но ладно но что-то подумывается мне приобрести еще полей раз просто такой баланс у нас хороший приобрести полей в общем то и подсечку и под траву и под клевер и под люцерну а почему бы и собственно и нет далее а вот эта вот штука не круто работает с автодрайвом работает плохо то есть там вручную надо ее постоянно отцеплять отправлять его на разгрузку да и мощности нашему джонику вообще ни разу не хватает поэтому скорее всего купим силосный комбайн потом как-то с ним поприятнее работать но идея была в общем-то хорошая также друзья есть 6 контрактов 7 контрактов на удобрение то в общем то быстро все сделается опять сирена завыла что ж такое то мы вернемся к прошлому месяцу давайте по финансам 148 тысяч это наша новая игрушка строительство нового завода кстати сутки он почти проработал же посмотрим как дела обслуживание техники 576 тысяч комбайны в поле да и маны амортизация недвижимость на производство это понятно уже по 130 тысяч в месяц а еще друзья было продано двп или дсп что-то из этого короче выскочила хорошая цена я продал там 800 кубов 1500 за это прилетело что еще в августе продавал честно уже не помню дня 4 прошло с тех пор доходы от продажи урожая это в основном солома на контрактах 2 миллиона но и другого 43 тысячи сборы за доставку продукции это электричество передавалось так что друзья в следующей серии у нас октябрь соответственно во первых надо будет выкосить наши поля будут контракты на покос плюс еще счеты по урожаю что зреет у нас да да есть еще поля которые созреют там и кукуруза есть я точно помню хлопок наверно не буду убирать 58 вот лук растет короче будет чем заняться плюс еще одно новое производство поставим плюс еще скорее всего полей прикупим потому что в следующем сезоне в следующем году уже будет у нас производство продуктовой которые будут требовать урожай ну и скорее всего следующей серии еще и пассивная так что много работы на следующую серию сентябрь такой относительно скучненький быстро пройдет я его сделаю весь за кадром ничего интересного тут для вас увы нет а ну и по производству в общем-то 150 кубов извести у нас произвелось кстати довольно нормально не знаю будет ли нам ее хватать посмотрим в будущем но известь мы теперь тоже производим в общем-то хорошо временно кстати отправил этого товарища сюда он здесь нормально вписался последнее поле сечка я кстати с помощью него уже собирал он хотя бы 10 километров в час ехал они 8 же 39 поле 6 часов собирать это ну такое себе ну вот друзья на этом и тогда закончим спонсором огромнейшее спасибо за поддержку всем огромнейшее спасибо за просмотр кто не хочет ждать следующую серию на бусте она уже есть лайки комментарии не забываем с вами был никита дела и всем пока ки